В ролике про Сидерию Счастливую я немного ошибся, на самом деле её дочь звали Селена Застенчивая. Приношу свои извинения. А сегодня я вам расскажу про королеву Веспер, звезду Зари. В самые тёмные годы, когда надежд уже нет, взойдёт вечерняя звезда, разгонит тьму, зажжёт рассвет. Веспер была названа в честь спутника Венеры, который можно наблюдать с Мьюни во время восхода, а на Земле во время заката. Знак на её щеках – звезда с восьми лучами, что весьма символично, так как её правление ознаменовало окончание Тёмных Веков и отказ от наследия восьми королев, которые были до неё, в том числе и Эклипсы. На картинке видно восемь горящих гобелинов, и если присмотритесь, то увидите среди них и знак Эклипсы. Ещё до рождения Веспер её мать Хейвен узнала с помощью волшебной палочки, что та будет звездой Зари и выведет Мьюни из Тёмных Веков. Но по каким-то причинам Хейвен не верила, что её дочь будет способна на такое, и поэтому вместо того, чтобы назвать её звездой Зари, она назвала её звездой Заката. Веспер росла среди сомнений и недоверий, и после того, как власть перешла к ней, начала борьбу не только с запустением и упадком во всём королевстве, троном, который давно называли проклятым, но и с плохой репутацией, которую приобрело семейство Батерфляй за последние восемь поколений. Веспер начала менять образ дома Батерфляй, выйдя замуж в 15 лет, освобождая семью от славы распутников, полученную благодаря Венере. Она снова открыла врата к замку Мьюни, который был закрыт её матерью Хейвен. Она платила музыкантам и артистам за их работу, так что в её королевстве не было печали, как во время правления Луны. Однако её главным достижением было проведение реформ, на которые у её предшественниц не хватало духу. Среди них было создание Мьюни-банка и новой валюты, переорганизация образовательной системы Мьюни, проект нового кодекса законов, открытие военных школ для бедных и заключение новых межпространственных соглашений и союзов, в том числе с землёй. Веспер навсегда вошла в историю Мьюни как королева, возродившая государство, вернувшая своей семье былую славу и уважение. Звезда Зари. И даже самая большая, со времён её независимости, война с монстрами в конце её управления не смогла ей помешать, потому что у неё была достойная преемница, её дочь Солярия. А вам какая больше всех нравится? Мне вот, Веспер, пишите в комментариях. Не забывайте ставить лайки, наберём тысячу лайков и я выпущу продолжение про другую королеву. Забегайте на Леди Блог, там же продолжение Разбитого Сердца, часть 15-я. Все ссылки в описании. Спасибо, что смотрите и пока!